Знаете, у меня, как у, мабуть, будь-якого украинского гражданина, ничего, кроме відчуття соромы, сегодня не было. И за попереднюю украинскую владу, и за девчонку. Я объясню свою мысль. Виктор Федорович, все прекрасно понимают, я полностью поддерживаю в этом плане ведущего, говорит абсолютно не своим языком, и то, что он через три года вдруг решил так, там, пооткровенничать на пресс-конференциях. Виктор Федорович лучше бы выполнял сумлинну и читку своей обовязки, як свого часу президент державы. И то, как он своими действиями во многом непоследовательными толкнул Украину к пропасти, это останется на его совести. Что касается нынешней власти. Вот если вы уже, у нас есть судебная система. Если судебная система постановляет, что допросить свидетеля Януковича, министр внутренних дел открыто в Фейсбуке заявляет, что из-за своих политических взглядов он не будет препятствовать группе так называемых активистов блокировать СИЗО и проверять машины, конвойные машины на выезде из СИЗО. В какой другой стране? Вот если, допустим, господин Аваков не согласен, не поддерживает мои политические взгляды, то, соответственно, если бы я делал такое, соответственно, меня бы сразу задержали. А если это люди, которых он поддерживает, я считаю, что эти действия однозначно тянут на то, чтобы господин Аваков ушел в отставку. Второе. Вот я вам приведу пример действий Генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура имела, я совершенно согласен с Максимом в отношении того, чтобы было время для заочного судочинства. Есть закон, за год ничего не сделано. По разным причинам. По самым разным причинам. Но не сделано абсолютно ничего. И вот я приведу маленький пример, потому что тот же Гагский суд говорит о всех преступлениях, которые произошли в этот период. И о преступлениях на Майдане, и о преступлениях в Одессе. Я вам приведу пример, что Генеральная прокуратура предложила по Одессе. Вернее, что она уже сделала. Все мировое сообщество, ООН, структуры Европейского Союза требуют расследования преступления по Одессе. Генеральная прокуратура объявляет педозру умершему депутату Маркину о том, что во всем виноват он, то есть которого убили, который погиб. В смерти 40 людей в Одесском доме профсоюза виноват он. После этого, в связи со смертью Маркина, она это дело закрывает. И получается, что теперь они отчитаются перед мировой сообществом, что они таким образом раскрыли дело. Вот это действие Генеральной прокуратуры, то же самое, то же самое. И происходит по событиям на Майдане. Никто до сих пор, нигде не обсуждал вопроса. Ни в судебных органах, ни в прессе. Вопрос о том, депутаты Народного фронта ходили с предметами в период расстрела на Майдане, очень напоминающими снайперские винтовки. Где хоть какие-то обвинения в этом направлении?